Русская мафия в Нью-Йорке. Они с Эльсоном почти ровесники. Оба крупные деятеля олеорганизованной преступности, только разной. Паламбо, итальянской, всю свою жизнь он состоял в гангстерском клане Дженовезе, дослужившись там до Брио Капо. Иными словами, у него была своя бригада. Эльсон является крупным деятелем русской арк-преступности. Он еврей из Кишинева, по кличке Миндел, но всех выходцев из бывшего союза зовут в Америке русскими. Эльсон тоже командовал своим подразделением, которое ФБР окрестило Мониной бригадой. Заказал Эльсона бывший одессит Виктор Зильбер, изрядно разбогатевший на аферах с бензином, которым присосался Моне. Эльсон, который в разговоре со мной называл Зильбер Вовой, числился на работе в частично принадлежавшем тому ресторане Распутин с царским жалованием 3000 долларов в неделю. В 62-х летний Паламбо признал себя виновным в том, что он планировал убийство Эльсона в конце 1992-х, начале 1993-го года. Зильберу, возможно, надоело быть дойной коровой Эльсона, и он попросил Паламбо не в службу, а в дружбу его убрать. В одном судебном документе высказывается предположение, что Зильбер перестал доверять Эльсону. Как бы там ни было, Зильбер попросил Паламбо убить Маню. Итальянские гангстеры периодически оказывали русским услуги такого рода. Например, когда бывший киевлянин Владимир Резников, больше известный среди своих как Вадик Резник, наехал в 1986 году на знатного бензинщика Марата Белагулу. Тот пожаловался своей итальянской крыше, или моим партнерам, как характеризовал он их мне во время интервью. И уже скоро итальянец Джой Тесто застрелил Вадика Резника напротив ресторана Одесса, в котором у Белагула была доля. Итальянские мафиози в Америке мочат людей не с панталыку, а санкции своего руководства. Руководство приняло решение защитить такого выгодного партнера, как Марат Белагула. Паламбо, который был негласным совладельцем Распутина, согласился выполнять просьбу Зильбера и сказал ему, что у него есть человек, в прошлом уже выполнивший для него кое-какую работенку. По словам прокуроров, этим человеком был киллер Джон Лето, по прозвищу Джонни Яйца, очевидно, изобличавшему в нем дерзкого господина. Работенка для Джонни Яйца подработенка имелась в виду то, что в июне 1992 года Лето замочил второразрядного бандита Анжело Санжоло, имевшего скверную привычку присваивать себе выручку Катранов, которые Тони Де держал в Бронксе. Лето принял заказ и, будучи серьезным киллером, устроил репетицию убийства Эльсона. С помощью Паламба и Зильбера он пригласил Эльсона в ночной клуб в Бронксе, где его впоследствии предполагалось убить. Эльсон ничего не заподозрил. Репетиция прошла настолько без сучка и без задоринки, что гангстеры потом шутили. Надо было тогда его и сделать. ФБР узнала об этом от самого Лето, который был арестован по другому делу и согласился сотрудничать со следствием. Эльсон остался жив, потому что Паламба, как положено, сперва испросил разрешение на эту мокруху у своего начальника Даниэла Пагана, капа клана Дженовези, в тот момент сидевшего в тюрьме. До ареста Пагана был представителем клана Дженовези в ассоциации и каждую неделю собирал дань с русских бензинщиков, в том числе с Зильбера. «Вы что, спятили?» — рассверепел он, когда его навестили в тюрьме и попросили добру на ликвидацию Эльсона. Да, не в жизнь, вашу мать. Если вы это сделаете, у нас будет большая проблема с русскими. Крайне маловероятно, чтобы Пагана опасался мести со стороны своих русских подопечных. Просто он оберегал свою дойную корову, которая каждую неделю приносила ему в конверте десятки тысяч долларов. Пагана заметил, что если убить Эльсона, то впоследствии придется убить Эзильбера, поскольку он будет нежелательным свидетелем. Так Пагана спас жизнь Эльсону, который узнает об этом лишь много лет спустя. В обмен на признание Паламбо в попытке покушения на Эльсона прокуратура согласилась не вменять ему убийство Санжиола. После того, как Лето застрелил Санжиола, они с партнером отправились в Распутин. В ресторане их встретил Паламбо. Узнав, кто именно стрелял, Паламбо обнял Лето и поцеловал. Видать, убитый сильно его достал. Остаток ночи итальянские и русские гангстеры гуляли вместе. Как-то итальянцы на несколько дней приставили Лето к Эльберу в качестве телохранителя. Но в тот день, когда он мог действительно тому пригодиться, его рядом с Эльбером не оказалось. Как писала газета Newsday, 20 ноября 1992 года кто-то стрелял из соседней машины в русского эмигранта 30-летнего Виктора Эльбера. Потерпевший ехал в южном направлении вдоль берега из Тривера и только свернул на Бруклинский мост. Как по нему открыли пальбу. Бандиты следовали за Зильбером и на въезде на мост четыре раза выстрелили ему в голову с пассажирского сидения своей машины. Была поздняя осень. Стекла в сером форде Тауру с 1989 года, в котором ехал Зильбер, были подняты. И это, возможно, ослабило удар дроби, хлестнувший его в левую часть головы. К тому же незадачливые убийцы, в зоопарке, захватили из дома бекасиную дробь. В этой операции, которую провела бригада Магадена, участвовали три машины. Бригаду, названная в честь своего предводителя Олега Осмакова, по кличке Алик Магаден, совершила в Нью-Йорке в середине 90-х несколько нашумевших убийств, большинство из которых официально до сих пор не раскрыты. Хотя ФБР, я подозреваю, имена исполнителей давно известны. Результатом покушения на Зильбера явилась полная потеря зрения и нейрофизиологическая дисфункция, заявили на следующий год суду его адвокаты Джулия Памила Хайт и Джейл Виноград. Адвокаты понадобились Зильберу в связи с тем, что 5 мая 1993 года его привлекли к суду по самому большому на тот момент бензиновому делу, по которому проходили также мафиози Энтони Марели. Жирный Тони, Джозеф Моритата, Джой Бентс, Эдвард Дайерти, Джон Бронье, Большой Джон, Энтони Зума и Григорий Федерико и советские эмигранты Мила Рубинова, она же Людмила Голдер, Аркадий Сейфер, Игорь Ройзман, маленький Игорь, Яков Добрер, его сын Вячеслав, Сол и Джордж Дадди, числящийся в судебных документах русским, хотя по имени он скорее тезка байфренда принцессы Дианы. Полиция поначалу предположила, что в часть пик на Бруклинском мосту была всегдашняя пробка, и Зильбер просто полаялся с другим водителем, который в конце концов вынул ружье. Потом появилась другая теория, с ним пытались разделаться курносы, курносыми, или носатыми. Советские евреи называли итальянских гангстеров, не по размеру шнобелей, а по их обыкновению обозначать своих легким потрагиванием носа. Как и полиция, итальянская мафия, крышевавшая бензиновый бизнес Зильбера, поначалу думала, что в него стрелял какой-то водитель, с которым потерпевший повздорил в час пик. В частности, итальяхи грешили на ниггеров, как в этих кругах называли афроамериканцев. 23 ноября 1992 года, через два дня после того, как Зильберу всадили в голову несколько зарядов дроби, в гостинице Будет Мотор и Нью-Вуд-Бриджа, штат Нью-Джерси, встретились Эдвард Дайерти и Стивен Бурси. Присутствовал также бензинщик по фамилии Флейт. Бурси знал, что Дайерти курировал группу бензиновых компаний от имени гангстерского клана Гамбина, который тогда возглавлял франк Джон Готти и собирал с них подать, носившую у курносых название МОПТАКС, мафиозный налог, или ПИТУЛАТИОН. Бурси знал, кто такой Дайерти, но Дайерти тогда не имел понятия, что сидящий перед ним бензинщик Флейт является следователем ФБР. Присутствующие, разумеется, уже знали, что в Зильбера стреляли. Как писал в своем рапорте Бурси, Дайерти заявил, что бизнес будет продолжаться своим чередом, и что место Виктора займет его Шурен. По имени Давид. Дайерти сказал, продолжал следователь, что не имеет понятия, что произошло с Зильбером, но заметил, что это не была профессиональная работа. Профессионал Эдь, потому что выполнена она была слишком неряшливо. Настоящие профессионалы вышли бы из машины и добили бы его, Виктора Зильбера. Дайерти считал, что, скорее всего, это произошло из-за ссоры с другим водителем. Он заметил, что Виктор был вспыльчив и, наверное, встал бы на дыбы, если бы кто-то перерезал ему дорогу. Дайерти сказал, что какие-то нигеры, наверное, подрезали его машину. Он назвал их черножапыми-ублюдками, потому что он всегда так делает, и они, наверное, его подстрелили. Дайерти заметил, что это также могла быть какая-то русская группировка, но не итальянцы, потому что он бы об этом знал. Встреча завершилась. Как обычно, Бурси вручил Дайерти 10 тысяч наличными и сказал, что это его курс за прошлую неделю. Он также сказал, что впредь Дайерти может рассчитывать на 15-25 тысяч в неделю. Эта цифра дает некоторое представление о золотом дожде, хлеставшем из бензинового крана на участников этих афер, к которым в начале 1980-х годов начали подключаться советские эмигранты. Как афродиты из морской пены, первые миллионеры этой волны эмиграции вышли из бензина. Сказочно разбогатели и присосавшиеся к ним бандиты. Русские угробили эту схему. Кто придумал этот бензин? Спросил я у адвоката Сэма Рейсера, участвовавшего в нескольких нашумевших русских процессах. Среди русских ходит миф, что это они придумали. Нет, ничего подобного, сказал Рейсер. Русские угробили эту схему. На самом деле, эта схема с бензином существовала многие-многие годы. Ее придумали еще греки и турки. Многие греки сделали сумасшедшие деньги на этой афере. Потом турки этим занимались. Затем израильтяне. И никто об этом не знал. И потом они передали часть этого, так называемого бизнеса в русские руки, продолжал адвокат. И вот с этого момента пошло начало конца. Потому что все аферы были сделаны очень громко и очень масштабно. Были поездки в Атлантик-Сити, где бросалось по 50-100 тысяч долларов наличными на стол за один присест. Греки или израильтяне, они как жили, так и жили, они не светились. Русские на лимузинах ехали, со шоферами. Левый бензиновый бизнес был в те годы дивно прибылен. В двух словах, он состоял в уклонении от федеральных и местных налогов на бензин и дистопливо. Были и другие возможности заработать. Например, перевозить горючее со штатов, где его облагают низким налогом, в те штаты, где налог выше. Чего не водилось, так это разбавки бензина водой. Бензинщики наживались не только на уклонении от налогов, поскольку они их не платили, то могли позволить себе продавать бензин немного дешевле, чем их честные конкуренты, и начинали отбивать у них клиентуру. Многие конкурирующие бензоколонки поэтому разорились. Обман налогового ведомства происходил при помощи серии компаний, одна из которых, Бурн, или Бутерфлычампаны, должна была в конечном итоге заплатить налоги. Но в один прекрасный день она внезапно исчезала, и налоги взимать было ни с кого. На поверку оказывалось, что она являла собой почтовый ящик или факс. Если ее номинального владельца ловили, начитанные советские эмигранты звали таких страдальцев фунтами, то он отделывался пустичным сроком. Серия подставных компаний называлась «Дай и Сычаин» – гирлянда из маргариток. Расследование данной гирлянды получило в ФБР кодовое обозначение «Операция красная маргаритка». Один тайный осведомитель ФБР, который был с Зильбером в бензиновом бизнесе с 1989 года, сообщил с его слов, что итальянская мафия взимала дань в сумме 0,0225 доллара с каждого проданного галлона бензина, взамен обещая защиту от конкурирующих бензинщиков. Хотя, как мы видим, Зильбера она не уберегла. Главное, она помогала собирать деньги с владельцев бензоколонок и других должников. Мафия также регулировала отношения между своими бензинщиками, чтобы они поддерживали цену на одном уровне и не конкурировали друг с другом. Ветераны бензиновых афер, по словам следователя ФБР Ларри Дипио, осведомитель поведал ему, что за короткое время Виктор Зильбер стал самым крупным бензинщиком в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Зильбер называл себя королем или боссом. В декабре 1991 года осведомитель был на дне рождения Зильбера в клубе «Парадайз» в Бруклине. На празднование было человек 300 гостей, в том числе целая плеяда курносых и владельцев бензоколонок. А вскоре Зильбер мог устраивать дни рождения в своем собственном ресторане «Распутин», открывшемся на углу «Кони-Айленд-Авеню» и «Авенюха». Когда-то в этом доме, который принадлежал итальянцу Джону Лаконсоло, владельцу магазина красок на «Кони-Айленд-Авеню», находился магазин товаров для «Кошек и собак», «Пет-шоп». Потом Михаил Варзар, тоже ветеран бензиновых афер, а ныне хозяин Брайтонского ресторана «Татьяна», и строитель Сергей Чанцев открыли там ресторан «Голден Палас». И наконец, на этом месте вырос красавец Распутин, который сделался очень знаменит. Иностранные журналисты приезжали туда изучать русскую мафию, а газеты посвящали ему рецензии, от которых иногда захватывало дух. Дели Ньюс писала в сентябре 1998 года, что Распутин назван в честь могущественного русского короля. Сейчас он заметно обмечал Сич-Трансит. По сравнению со своими русскими партнерами, курносые жили скромно. Капа гангстерского клана Гамбина Энтони Морелли, жирный Тони, который иногда лично передавал его крестному отцу Джону Готти часть бензиновой дани, тоже владел своим Распутином. У него был маленький ресторанчик Уадрауденер, находившийся в торговом центре Вундроплаза на Статин-Айленде. Морелли также являлся совладельцем кондитерской лавки Ладодчи Пастри Шопе, находившейся рядом с его рестораном, а другим ее владельцем был его соратник Джозеф Моритата, которого Морелли иногда посылал собирать подушную подать с русских бензинщиков. Короче, Капа Семи и Гамбина был лавочник. Не мудрено, что русские преступники в Америке имеют обыкновение отзываться о своих итальянских коллегах пренебрежительно. Да, не колхозники. Сказал мне как-то красавец Миша Шик, имевший дело с итальянцами, в том числе на почве бензиновых афер. Несколько лет спустя железный занавес приподнялся. Шик вернулся в Москву и стал опять иметь дело с соотечественниками. Несколько лет спустя его выловили из Москвы реки с полей в шее. На меня они удручающее впечатление произвели. Минус вспоминает один из немногих интеллигентных бензинщиков, учившийся со мной в соседней московской школе. Потому что у них очень скучная, однообразная жизнь. А поэтому они как бы ею не дорожат и тем более не дорожат жизнью других людей. Вот какое у них времяпрепровождение. В принципе, как в фильмах. Собраться в каком-то клубе, поиграть в карты, потом поехать в какое-то казино, потом поехать в каких-то баб трахать, потом поехать на скачки, та-та-та, так неделю домой не возвращаться. Потом проспаться, проср.ся, потом какой-то звонок, тебя дергают. Я его спросил один раз. Минус продолжал мой собеседник, имея в виду одного из курносых. Ну, скажи, если тебе дадут приказ своего друга убрать? Он говорит, на тынг персонал. Ил-аут стиль ликен, ил-бивер и садь бутит сгота бедони. Для нас, фраеров, убийство, это что-то шокирующее, страшное. А для них это обыденная работа. На меня это дико удручающее впечатление произвело. А потом он мне сам сказал, а я не доживу. Мне нужно сейчас прожить в свое удовольствие. Потому что я не думаю, что мне перевалить за сорок или что я смогу состариться. Многие найдут такой образ жизни крайне привлекательным. Вставил я. Ну, я понимаю, месяц так пожить. Ну, два. Минус заметил мой собеседник. Но у них же это все каждый день. И все это сопряжено с насилием. Он понимает, что рано или поздно его либо хлопнут, либо он помрет. Я понял, что никакой романтики в этом нет вообще. Казалось, что мафия — это такие вольнодумцы, франдисты, робин-гуды. На самом деле мафия — довольно-таки скучная организация. Там все построено на том, что есть пахан и нужно добывать деньги и вносить свою лепту. Тебе, конечно, дают какую-то работу, а ты должен в общак вносить. Крыша от Гвида Коломбо, воспользовавшись тем, что я нарвался на такого толкового и знающего человека, я поинтересовался, в чем заключалась полезная функция итальянской крыши для русских бензинщиков. Он привел пример. Представь себе, что компания, которая вовлечена в незаконный бизнес, одна у другой берет в долг бензин. Начал эксперт. Как это происходит? Ты застреваешь с дорогим продуктом. Ты чувствуешь, что цены пошли вниз. Ты уже в ноле просто хочешь от него избавиться, чтобы купить новый продукт по более дешевой цене. Начинаешь звонить по всем своим контактам. Возьми, возьми, возьми. Потом я дам тебе отыграться. Продай мне, забери на бензоколонки свои. Они говорят, хорошо, давай. Забирают. А потом деньги не отдают. Ну, вот куда обращаться, в суд. Сказать, вы знаете, я украл налоги, и они мне должны были как бы обналичить. А вот они мне не отдали деньги. Вы, пожалуйста, помогите мне забрать эти деньги. Вот отсюда и начались все связи с криминальным миром. Для русских бизнесменов это был естественный подход. Продолжал он. Бизнес же крутился и в Советском Союзе, причем не столько, наверное, в Москве, сколько на периферии, во всяких там мухасрансках. Как там люди решали всякие деловые проблемы. Был Третьейский суд, были мужчины пиопли, баки, боевики. Розничная торговля. Это был мужчин, ЗД. Крыша. Без него налетчики и мелкая шантропа тут же все отнимают. Если ты торгуешь левым товаром, то, естественно, ты не пойдешь в ОБХСС на них жаловаться. А здесь это все уже было давно придумано итальянцами. Они брали под опеку все эти компании. Даже, наверное, у людей это вызывало какие-то романтические чувства, когда можно в компании бросить, что если что, ребята, то Гвида придет и разберется. По фамилии Коломбо. Несколько лет назад Моня Эльсон высказался мне на эту тему лаконичнее. Итальянцы вообще на ха. Не нужны были. Пренебрежительно заявил он. Они брали итальянцев по одной причине – собирать деньги с бензоколонок. Потому что ты же не знал английский и не знал людей. Итальянцы получали за это деньги, вообще не за ха. Но итальянцы оказывали и другие услуги. Как говорилось выше, Джой Тесто застрелил Владимира Резникова за попытку наехать на Балагулу. Или в июне 1993 года приехавший из Лос-Анджелеса киллер Питер Грипальди стрелял в Манхэттене в Михаила Липкина, который одно время был партнером из Эльбера по бензину. Липкин вышел, а потом его еще и оправдали. Сделка была холодна, как лед мы уже знаем, что со стороны гангстерского клана Гамбина бензиновую империю Зильбера крышевал жирный Тони Морели. Но к ней присосались не одни гамбиновцы. В то время левый бензин давал такой колоссальный навар, что с 1987 по 1993 год у кланов Гамбина, Лукези, Джейновези и Коломба существовала так называемая ассоциация, которая сообща крышевала бензиновых махинаторов. Капа семьи Коломба Майкл Францези опекал и дойл в 1980-х годах румына бензинщика Майкла Марковица и его русских партнеров Давида Богатина, приехавшего из Саратова, и льва персийца, Люсика, который до эмиграции работал в Одессе мясником. В своих воспоминаниях разрыв с мафией Майкл Францези приводит пример, иллюстрирующий генезис отношений между итальянской мафией и русскими бензинщиками. По словам бывшего Капа, Марковиц зарабатывал на бензине неимоверные деньги и изо всех сил демонстрировал свое богатство, разъезжал на роллсрайсах и разгуливал в ужасающе безвкусных, но дорогих одеяниях. Это было крайне неумно, потому что привлекало внимание и властей, и громил, желавших присоседиться к таким дивным барышам. У Марковица была та же проблема, что и у другого подопечного францези, 450-фунтового гиганта Лоренса и Ареза, которого считают основоположником бензинового бизнеса, у них было много денег, но мало силы. У них не хватало мышля. В 1982 году Марковиц обратился за помощью к Винни Каразе, приятелю францези. Винни спросил у францези, можно ли получить 7500 долларов с одной бензоколонки, которая упорно не желала расплатиться с Марковицем. Незначительность суммы подчеркивала, как мало влияние было у румына. Я получил деньги в тот же день, гордо замечает францези. После этого Винни назначил францези ствелку с Марковицем на заправке Мобил в Бруклине, которая служила тому офисом. С румыном были богатин и персиц. Францези пишет, что те ему понравились. Русские были сильными, честными ребятами, которые выбрались из России, приехали в Америку и разбогатели, умиляется он, но добавляет. Несмотря на мои теплые чувства к этим людям, сделка, которую я с ними заключил, была холодна, как лед. Я забираю себе 75% миллиардной операции, которой владели русские. Они получают оставшиеся 25%. Они согласились. Марковица застрелили потом в его Роллс-Ройсе, а Люсика ранили и сделали паралитиком. Впоследствии за убийство Марковица в Израиле был арестован бензинщик Джозеф, Йоси, Райш. Русские звали покойного не Марковиц, а Маркович. Люсик с Марковичем развернули бензоколонки Гастоп. Рассказывал мне человек, досконально знавший бензиновый бизнес. Они раскрутили сумасшедший бизнес совершенно. Но первыми по бензину были итальянцы, задолго до того, как русские приехали. Итальянцы в Ростовом занимались испокон веку. Там, где есть акцизные сборы, там есть итальянская мафия, которая на этом греет руки. Стрелка с япончиком мафия не чуждалась и законного бизнеса. В середине 1990-х хозяин Парадайза Валерий Земнович, как утверждают, представил Вячеслава Иванькова, япончик, группе курносых, приехавших с севера штата Нью-Йорк. Стрелка проходила в кофе на Эмонс-авеню в Бруклине примерно напротив Парадайза. В ней участвовали япончик, Алик Магадан и тогдашняя правая рука Иванькова бывший москвич Леони Табелис из Измайловской обг. Итальянцы понятия не имели, кто такой Иваньков, и привезли с собой Илью и Милу, хозяев одного местного ресторана, которые должны были на глаз оценить серьезность русской делегации. Через некоторое время супруги вышли из-за стола, позвали итальянцев на улицу и, очевидно, дали японцу и его спутникам отменную рекомендацию, потому что курносые стали обращаться к ним весьма уважительно. Итальянцы планировали внедриться на российский рынок и, в частности, устанавливать в московских барах телевизоры с трансляцией спортивных матчей. Япончик обещал посодействовать, но проект так никогда и не осуществился. Стрелка запомнилась ее участникам в основном тем, что Иваньков строго сказал курносим, чтобы они перестали наезжать на русских. С русских получать должны русские. Веско заявил япончик, но его не послушались. Биржевые аферы Тимохи. В конце 1990-х налоговое законодательство изменилось, и мухливать с бензином стало значительно труднее. Сыграли роли повальные аресты. Бензиновые аферы сошли на нет. Свято место пусто не бывает, и на первый план выдвинулись биржевые аферы. Благо на финансовых рынках происходил когда замечательный бум. К аферам с ценными бумагами немедленно присосались и итальянская, и русская аркпреступность. Последнюю наиболее ярко представляла группировка, которую ФБР окрестила организация Александра Бора. Имелся в виду уроженец Гамеля Вор в законе Александр Тимошенко, Тимоха, взявший в Америке фамилию Жены. Впоследствии Бор перебрался в Германию, где был осужден за убийство авторитета Ефима Ласкина. В биржевых аферах Бора представлял его земляк Яков Славин, сотрудничавший с Домиником Дионисия и Энрико Ла Кассио из гангстерского клана Коломбо. Партнеры руководили так называемыми «бойлерными», то есть небольшими бракерскими конторами, в которых сидели на телефонах молодые ребята и искусно впаривали потенциальным инвесторам акции бесперспективных компаний. Искусственно вздув на них цену, аферисты разом продавали их, срывая изрядный куш. Масштабы аферы иллюстрируются тем, что ее заводилом им криминировалось отмывание 20 миллионов долларов. По словам прокуроров, Бор, который официально к суду привлечен не был, вложил деньги в эту аферу. Разблочить ее помог бывший ленинградец Михаил Сырой-Южин, в Америке взявший себе фамилию Угас, принадлежавшую его прадеду немцу. В 1996 году Сырой-Южин был арестован на севере штата Нью-Йорк за отмывание денег, признался и в нем, и в ряде других преступлений, но отделался легким испугом, потому что стал тайным осведомителем ФБР и других американских ведомств. В октябре 2000 года Сырой-Южин несколько дней подряд давал показания на процессе участников биржевой аферы, чьи разговоры он до этого усердно записывал, а потом исчез из виду и напоминает о себе лишь финансовыми махинациями, в которых его периодически обвиняют. Мафия как медицинский факт в итальянскую мафию берут только итальянцев, поэтому русскому никогда не суждено сделаться ее полноправным членом. Но у мафии есть институт так называемых АСАЧЭТЭС, младших партнеров, среди которых со временем появились и эмигранты из бывшего Союза. Например, уроженец Львова Роберт Подлог, чей отец Давид, Дима, досиживает сейчас 27-летний срок за контрабанду героина, который советские эмигранты везли в начале 1990-х из Бангкока в Польшу в катодных трубках телевизоров, пересыпали в Варшаве в пластиковые пакеты, прятали их под одежды и так доставляли на самолете в Нью-Йорк. Подлог входил в бригаду, которой руководил солдат клана Коломбо Крейг Марина, и надзирал за брокерами в бойлерных мафии. При обыске у него золотых гор не обнаружили, но власти подняли архивы казино Лаз-Вегаса и Атлантик-Сити, Атлантида на эмигрантском жаргоне, и выяснили, что с 1999 по 2002 год Подлог-младший в общей сложности поставил там на кон 1,2 миллиона долларов. В числе прочего, Подлога обвинили в том, что он похитил одного промоутера акций, приковал его к злой собаке и так держал, пока несчастно не вернул деньги, которые он, якобы, был должен Подлогу и Марина. В конце концов, Подлог признал себя виновным и сел в ту же тюрьму в Форт-Дикси, штат Нью-Джерси, где отбывает срок его отец Дима. С крахом на фондовом рынке на первое место выдвинулись медицинские аферы. В Нью-Йорке в какой-то момент было чуть ли не 900 русских клиник, практически все из которых занимались в той или иной форме медицинским мошенничеством. Со временем к большинству из них присосались кланы мафии, которые мирно поделили их между собой. Денег было столько, что хватало всем. Субтитры создавал DimaTorzok